всем привет смотрите вчера вечером сшила новую накидку на коляску а то она у нее вчера разорвалась она давай реветь что не не получается ее надеть там все поотрывалась ну знаете эти коляски не вообще ткань это что попало пупсик у нее губы она как им красила весь в карандаше в моем до кушать сил а я сейчас буду пить чай что мне захотелось чая салом файл я тебе потом чай налью потому что ей даешь чай когда она ест она чаем напивается и все ладно ладно сейчас сейчас перебивает аппетит чаем вот знаете отца нету фаина вообще сегодня прекрасно уснула в обед быстро ну может то что еще ночью она плохо спала не знаю не успела проснуться уже кошек терроризирует файн целовать не надо ты чё там делаешь козюлька все время все ругают и не целую кошек нет не понимает так я бывает снимаю ее возле этих кошек и даже не вижу что она их целует смотрю в камеру фиг знает куда она их лежит на целует и я и даже ничего не говорю а потом монтирую сижу и вижу что она у меня на видео и кошек целует до червячки у тебя заведутся вот тут вот если будешь кисок целовать да ты не знала ведь я уже говорила много раз а ей бабушка когда говорит не целую кошек она начинает плакать и обидно стоит что бабушка и ругает а когда я говорю ей по барабану она как будто меня и не слышит даже у нас это кошка но это уже не котенок и уже не назовешь котенком кучка у нас до сих пор сосет такая большая пойдем готовить будем сегодня готовить плов я уже заранее все по кафеина спала замочила промыла рис мне останется только сделать зажарку мясо достала уже разморозилась посуду помыла у меня там коврики еще не достирались я на паузу поставила у нас время 7 часов мы решили сходить до рубцовского магазин купить фруктов фрукты кончились ну может еще чего-то такое я плов-то еще не готовила сама две тарелки съел пола две тарелки съел фейна так поклевала кого-то он только пришел с работы поел и все сразу не пошел тут темно ничего не видно освещение плохое перелки то конечно ничего светить ты не собиралась набрали всего тут дома покажу намного дешевле марияра обходится ванексе ванексе бананы по 99 марияра по семьдесят девять ну говорю туда не набегаешься так бы конечно если бы рядом марияра было много ванексе не ходили да сейчас папа придет поле сейчас еще магазин зайдет обзор покупок желает этикет большой у нас ванексе только маленькие пачки яйцо c0 бананы мандарины яблоки вот этот пакетик не обошелся в 105 рублей но я не знаю вкусные они нет не брали раньше по дубе чикапая тоже акции на нем было 52 рубля казино файна уже маленько взяла помыла розовая уже на него акция была мука печенье и перешки еще аскорбинки я взяла мы с фариной выходим сейчас такси заберет кстати сегодня почему-то дешево прям цена снег летит папа на работе фейн пойдем выходить смотрите снега нападала придет почистить я не буду чистить полина делала ну пойдем файна сейчас у тебя варежки мокрые будут мы сегодня прям в попыхах собирались точнее файна проснулась раньше будильника она я ее долго заплетала ее долго заплетал а потом сама что долго красилась да пойдем пойдем за руку не тащит мы освободились файна живутся к собакам файна они грязные и теперь мне идти в конце марта сказали феврале не приходить но это и хорошо файна там день рождения надо комиссии проходить небольшую в своей больнице 3 было 1 убежала куда-то они это не 3 там улаживает вот они собачки здоровые так-то файна да не надо к ним идти вдруг она тебя за носик укусит мы с фаинчиком почистили уже везде снег сейчас редко выходим на улицу поэтому я решила что файна покопает а я почищу как сосиска какая-то а чё бросила грабли по своей подбери вон упала подбирай руки не держат да фаин песни для малышей это песня для малышей для маленьких в обед пораньше уснула к часу и встала в два ну хоть вечером пораньше уснет потому что обычно она засыпает в одиннадцать хорошо если пол одиннадцатого потому что побед поздно засыпает мы же спим с утра как кони все только папка наш приехал и не спится с утра он с утра встанет и нас всех поднимет когда не работал сегодня в психушке там родители сыном пришли сын уже взрослый но видимо какой-то у него диагноз я даже не буду ничего примеру приводить потому что сама не знаю ну такие люди они как бы не приспособлены к жизнью они живут с родителями люди и вот они хотели позвать врача чтобы врач пришел забрал этого парня но врачу некогда было пришел наверное медбрат или кто я не знаю и медбрат с отцом потащили его в кабинет он упорно от них отбивался кричал на всю больницу меня убьют меня убьют но на самом деле вообще смешного ничего нету я сижу фаину одеваю и мужик сидит смеется думаю чё вот чё смешного пришел в психушку какие только люди здесь не бывают все лечат чистила я сегодня снег идет идет зато завтра меньше надо будет чистить фаина кого ты тут лазишь я нажарила пышек полную тарелку сначала начала в стеклянную тарелку складывать у меня как-то много вышло ну немного мы конечно сейчас за чаем половину съедим с фаиной потому что я люблю у меня осталось пол кастрюли плова поэтому сегодня обходимся пловом и пышками забыла и договорить хотела вообще гренки пожарить ну вы поняли надеюсь меня хлеб обмакиваешь в яйца и и жаришь но у нас казалось что нету хлеба поэтому я решила пожарить пышки они там половина не сладкие половина сладкие сверху пойдем пышка у нас в доме появилась малышка фаина ой малышка на вчера вообще две соски сразу в род за сумму к нам сегодня заедет бабушка но на фаину это поняла брать не будет потому что погода не непонятно потом как ее обратно отправить метет и метет баба 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 коля второй день питается там на работе им привозят причем хорошо кормят за 50 рублей то баба 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 приедет баба фаина ждет ну ты не поедешь с ней ты дома будешь баба просто в гости приедет что я хотела сказать у нас сегодня с утра коля поднял он рано встает на работу потому что в той стране где они работают маршрутка ездит там каждые 30 минут что ой каждые 15 минут вроде что мало кто туда ездит и он рано рано встает и поднял нас сегодня везде свет включил кого-то бегал 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 фаина все утро плакала потому что не могла уснуть когда кто-то включает свет у нас еще начинают кошки бегать беситься еле как ее уложила потом наверное еще где-то часа полтора мы поспали и все тоже фаина со мной не хочет лежать и положила к себе нет она плакала чтобы я ее укачивала и ложила в кроватку я ее качала качала не засыпала я сама не могу глаза закрывается в итоге положила в кроватку и она повертелась повертелась и уснула на улице тепло снег идет идет вчера вот чуть байки хочет я не буду ложить мы поздно встали вы не днешь и не ложить лучше вечером уж не вчера в 11 уснула не могли это же куля в 10 в 11 ложится спать фаина только в 11 засыпает но она же естественно она и крутится и пить бесконечно просит не знаю что делать с этим ребенком и на все таки поедет в деревню бабушка не успела зайти уже спрашивают у нее поет она или нет но фаина что-то молчит да я боюсь что я ее потом не смогу забрать вдруг автобус не будет пускать ночью на улицу у нас творится день день поднимать а возле цветочка я сегодня буду готовить макароны с печенью я с утра замочила ее в уксусе она уже растаяла сейчас поставлю в холодильник она не стояла в ванной я вообще люблю субпродукты и куриные и утиные и свиные говяжьи это печень говяжья свиные почки я люблю сто лет не ела на рынке даже не видела на прилавках чтобы они может быть где-то под прилавка поела бы щас удовольствием конечно утиные куриные там сердечки желудочки печень я это все люблю но коля у нас он у птицы вот допустим вот эти суппродукты он не ест почему-то я не знаю почему он не нравится ему фейна тоже плохо если нам печень она так маленько может поклевать желудочек ну она это тоже не доедает ну тоже так видимо не очень ей заходит но я вообще если бы у меня это все было постоянно в морозилке лежала то я бы наверно постоянно готовила сама чем не нравится это желудочки от птицы мы их раньше называли пупками но у нас деревне нету столько птицы чтобы постоянно это есть раньше когда мы жили в первой деревне у нас было очень много курей и у так много было там вообще двор был здоровый и свиней мы держали и коров у нас по моему тоже больше но мы говядину как мы ее не ели вроде я даже не помню такого что мы когда-то говядину ели может быть было такое когда сдавали там там на этот на убой везешь и что-то отдают ну не знаю я не люблю говядину может быть если бы я ее постоянно ела я бы к ней привыкла я бы ее ела тогда бы нормально с удовольствием но если мне вот сейчас кто-то даст кусок говядины я его просто ну не буду я его есть хоть это и очень полезное мясо мне запах не нравится у свинины нету такого запаха как у говядины какой-то запах молочный что ли даже не знаю как объяснить но как-то год мы с колей жили я была беременна и нам свекровь передавала кости там суповые мясо говядину и свинину я это вместе перемешивала резала маленькими кубиками как я режу на самсу перемешивала и делала там пирог самсу че я еще там делал не помню уже вот тогда да мне нравилось в принципе тогда в перемешку со свининой запаха вкуса не чувствуется но так нет я говорю может быть если бы я часто ела то привыкла нажарила семечек в духовке татвенных мама вчера ходила отцу покупала и попросил что там тоже всего последнее время что-то мы все тащимся по этим семечкам маленькой их передержал наверное но горелым не пахнет на чуть-чуть прям чуть-чуть передержался этой стороны мне духовка сильнее греет я раньше думала что тыквенные семечки дорогие на самом деле вот на лист вышло 100 рублей ровно на целый и их много не съешь их надолго хватает